Давайте поговорим тогда о фигуральной саранче, которая то ли Путин руководит этим ветром, я сейчас о кадыровцах, которые вышли и говорят Пригожину, ну давай, будь мужиком, выходи, место, время, бросаю там не перчатку, а слово Дон и говорят, ну вот мы готовы на стрелу, короче, зовут их, выражаюсь их речью, им так понять не будет, если кто-то слушает. Ну Пригожин говорит, я вообще вас ничего плохого не говорил, а вот Министерство обороны Российской Федерации я не отступлю, всех повесить, всех убрать. Что вы видите в этом конфликте, кто управляет этим ветром? Это Путин отравил саранчу в виде кадыровцев на Пригожина и можем не мы говорить, что это Пригожин уже далеко не контролируемый хаос, по крайней мере Путин не контролирует этот хаос. Конечно, он с самого начала его не контролировал, ему казалось, что он контролирует, то есть Пригожин относится к такой категории, которая называется в определенных кругах, в том числе и среди криминологов, всадник без головы, то есть куда он подскачет и кого будет рубить абсолютно неизвестно, то есть это вот как-то обезьяна с гранатой и прочее, прочее. Он тактик, да, вот он сегодня решает какие-то вопросы для себя, ну денег там нажить, ну там какую-то девчонку там может быть закадрить, еще что-то и так далее. Вот это здесь и сейчас, сегодня он не решает никогда на будущее, да, как там с этой девчонкой он построит семью, там детей нарожает и так далее, что-то там дом построит. Он вот здесь сейчас хапнуть, прямо сейчас, а дальше трава не расти. И такая тактика, она приводит к тому, что такие люди думают, что это их стратегия, что вот по маленькому кусочку там, а может быть и по большому ломтю, они в конце концов строят свою великолепную жизнь. Но так это не получается, в конце концов это начинает работать против таких людей, вот сейчас это работает против Пригожина. Он очень дружил, я так понимаю, с Кадыровым, обнимались, они тот его братом называли и все. Но Кадыров вполне управляемый человек, то есть из администрации президента ему сказали, хорош, все, ты там с ним наобнимался, теперь давай обнимайся с Шойгу. Команду дали, Кадыров обнимается с Шойгу, да, Пригожину что-то не понравилось, Кадырову не понравилось, он начал высказываться, хотя мог бы промолчать. Там мог рассказать про хорошего Шойгу, но про плохого Пригожина промолчать. Он этого не сделал. В результате идет замес, конечно, и уже от двух фигур, от этих ничего не зависит, ни от Кадырова, ни от Пригожина, да, то есть уже народ делится по полкам, да, там, по частям и подразделениям. Это очень смешно, конечно, особенно в информационном мире, как там устраиваются бои, реальных боев пока нет. Но они обязательно будут, эти бои будут тогда, когда в России начнется гражданская война, и все, что помешает Кадыровцам и Пригожинцам быть в одном окопе, для нас хорошо. Поэтому, когда мне определенные товарищи мои звонили, говорили, давай Пригожину убьем. Я говорю, нет, Пригожину убивать не надо, это тот враг, которого обязательно нужно иметь, потому что тогда и друзей не надо, когда у тебя такие враги, и они там работают на той стороне. Он же колоссальный разрушитель, и его действия приведут к совершенно непредсказуемым последствиям, потому что он каждый раз будет принимать все более радикальное решение. Каждый раз. Потому что он видит, ну вот такое количество радикализма никак не срабатывает. Значит, надо больше. То есть, как в Швейке, сделаете ему добавочный клистер. То есть, вот так. А вот, Вячеслав, вы говорите, замес идет совершенно уже на других уровнях. А на каких, на каких уровнях? Не, ну это уровень кремлевских мечтателей, не только их. Это, может быть, и какие-то зарубежные товарищи влияют. Это могли, видите, если Кадыров очень спокойно лег под Китай, независимо от того, что там угнетают китайцы-мусульман, то Пригожин под Китай почему-то не захотел ложиться. По какой-то странной причине, может, его не взяли. Такое тоже возможно, потому что были какие-то попытки. Ездили они там обучаться летать на дронах и так далее. То есть, работа какая-то велась. Деньги какие-то в Китай от имени Вагнера отправляли. Но не более того. Обратите внимание, китайский лидер со всеми, с кем надо, встретился. Да, даже там с Сечиным, там с Шойгу, с Мишустиным, с Медведевым, с Володиным. То есть, всем там раскидал какие-то векселя, а вот Пригожина как бы не обнял никто. Хотя, допустим, такой человек в китайской власти и в партии, так его скажем, как руководитель соответствующего комитета Ван И, которого мы называем Иван, в самое время Ивану пообщаться с Пригожиным. Может быть, Сын Цзинфин это слишком дофинально, а Пригожина. А вот Иван это как раз хорошо. Но, видите, не то что Иван, даже вот этот человек, которого вы называете Хуэй, которого на самом деле по-другому зовут, но я не буду называть здесь, чтобы вас не забанили. Так вот этот Хуэй даже не хочет встречаться с Пригожиным, понимаете? Никто ему не предлагает со стороны Китая какое-то взаимодействие. А это очень странно, конечно. То есть, китайцы как-то жестко настроены против Пригожина и его Шоблы. Поэтому, я думаю, что ветер в том числе и оттуда дует. Конечно же, из Кремля, конечно же, кремлевские мечтатели этим занимаются. И та шарага, которая против Володина. Хотя, видите, тут опять же ситуация какая. Володин в лучших друзьях с Кадыровым, да, и был в лучших друзьях с Пригожиным. И Пригожин ложился под Володина исправно. А тут вдруг Кадыров отлетел. Я не знаю, как завтра поступит Володин. И откуда ему придет команда. Если из Китая, он тоже скажет, свят-свят, никаких Пригожиных не надо. А когда Кадыров вот так действует под волынку Путина и других тех кремлевских мечтателей, а тот уже не старший брат Пригожин и не младший, действительно, была же эта фотография. Буквально до меньше двух месяцев назад, где они обнимались. Говорит, помогу старшему брату. Почему он так поступает? Вопрос политического влияния. Он хочет держать дальше Чечню. Вопрос денежных влияний. Что вы тут видите? Почему? Ему дали команду те люди, чью команду он не может не выполнить. Просто не может, понимаете? То есть, это как, помните, у Марио Пьеза, где Дон Карлеоне делал предложение, от которого нельзя отказаться. Это же такая же банда, такие же преступники, только менее благородные, чем Дон Карлеоне, там его сыновья. Поэтому они делают предложение, не то, что от которого нельзя отказаться, даже тайм-аут взять нельзя, даже подумать нельзя, понимаете? То есть, это как вот описано у Шаламова, да, у Варлама, когда политические приходят, пришли по этапу, да, а там у Урки. И Урка увидела у политического достаточно еще новый этот ватник. Подходит и говорит, дай ватник. Тот еще не успел ответить, нет там, или что. Ну, замешкался, он его сразу чик ножиком. И все, тот упал, он снял ватник, и больше никаких разговоров. Вот сейчас ситуация приблизительно такая же. То есть, у путинцев достаточно много таких людей, которые, конечно, там не чикуют сами ножиками, но принимают очень серьезные решения относительно своего окружения. Если они не могут принять решение, допустим, по Украине, потому что у них силенок нет, то по Кадырову у них вполне хватит сил принять любое решение. Он там отравится, внезапно умрет. Он все это время, как вы видели, болел. Сына своего женил и возил к Путину. Для чего? Потому что он несовершеннолетний, чтобы в случае чего, да, можно было передать в разные правления. Ну, судя по всему, ему сделали какие-то операции и поправили его здоровье.